доброе время суток с вами программа азия большая игра и я ведущий а давид эйдельман а у нас гостях по скайпу сегодня из азербайджана наш постоянный собеседник эксперт политолог ильгар вели зады добрый день здравствуй давид здравствуй меня первый вопрос такой последние вот несколько недель я постоянно читаю сообщение о том что российские миротворцы обнаружили на территории карабаха столько-то тысяч мин столько-то тонн пиротехники столько-то и так далее там реально огромное количество с другой стороны из разговоров с тобой и в эфире и без эфира во время войны я слышал что очень многие много раз что азербайджанцы ну них есть предположение что можно найти в карабахе после окончания войны насколько эти предположения подтвердились и что происходит сейчас на территории которые азербайджан считает освобожденной во входе войны ну ты знаешь давид подтверждается очень много чего подтверждается в частности были предположения о том что армянская сторона активно заселяла некоторые районы оккупированные территории но это было видно скажем с космос а теперь мы увидели это так воочию когда целые там поселки возводились на территориях которые были предметом переговоров вернее то есть имеешь ввиду равнины и карабах да 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 равнины и карабах и эти территории должны были по условиям переговорного процесса вернуться азербайджану если армянская сторона скажем вела переговор на предмет возвращения этих территорий азербайджану то зачем она их заселяла вот вопрос такой на которую есть конечно ответ но он достаточно такой умозрительный с другой стороны мы увидели что вот эти серьезные фортификационные сооружения блиндажи всевозможные подземные ходы казармы на тех же территориях то есть сразу видно что скажем противник не собирался эти территории сдавать или же просто так сдавать готовилась война готовились армянская сторона видимо готовилась к ведению это оборонительных боев потому что понимала что азербайджанская сторона не может долго так тянуть и вот велись вот всякие эти работы кроме того мы увидели что на территориях возделывались поля сады разрабатывались полезные ископаемые строились дороги то есть все это говорило о том что никто никогда эти территории нам возвращать не собирался переговоры они так как бы велись сами себе и вот значит активное освоение шло это территория дали ческая политика как поселенческая политика так называемая поселенческая политика разрабатывались месторождения мы еще и бимины конечно это огромная территория но ты представь это где-то 10 тысяч квадратных километров в общей сложностью значительно 7 ну на процентов 90 уничтоженные населенные пункты уничтожены инфраструктуры нет дорог нет ничего там не было только за какие-то очагами что-то там было и минные поля бескрайние бесконечные мины по это сейчас российские миротворцы скажем обезвреживают мины на территории вот на горной части карабах контролируемой армянской стороной но ты представляешь какая ситуация была в остальной части где я поэтому и спрашиваю потому что трудно представить себе что армяне этот больше минировали ту территорию которая находилась более глубоком тылу они районы которые были фронтовыми и соприкасались с азербайджанскими позициями если там значит говорить речь идет о тысячах там пять тысяч и говорят пять с половиной тысяч мин то представьте ситуация на других значит территориях там вообще десятки тысяч мин вот так и идет процесс разминирования идет процесс разминирования с применением сложной техники увы приходится констатировать что скажем какие-то группа она мы у нас есть организация которая занимается этим процессом ее сил скажем да недостаточно для того чтобы так огромной территории скажем размере привлекается техника очень совершенная но вот этот процесс очень затяжной скорее всего затянется на годы разминирование вопрос освободить территории захватить территорию как бы это не формулировалось ну то есть занять территорию для военных собственно говоря на этом заканчивается процесс а для государства с этого только всего на все и начинается насколько понимаю что территории которые во первых от ну отодвинутая армянская граница она делает и территории которые не были захвачены армянами гораздо более привлекательным для инвесторов кроме всего прочего есть равнинный карабах который но цветущая земля всегда был и который тоже может быть привлекательным для самых разных инвестиций и так далее если у азербайджана хоть какие-либо планы по этому поводу на данный момент на данный момент да 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 планы есть уже подписаны контракты скажем намерениях заключены меморандума о намерениях с рядом инвесторов частности итальянские инвесторы заинтересованы турецкие инвесторы вот есть интерес российских инвесторов на то есть интерес есть я так понимаю что мы только на начальном этапе сейчас ведется ну скажем вот это мать массовое разминирование поскольку там просто опасно что-то сейчас делать но вслед за разминированием конечно эти эти районы будут восстанавливаться уже сегодня строится дороги прокладывается дорога допустим из физужри физули пшушу прокладывается новая дорога дорога прокладывается в сторону азангелана то есть в сторону азербайджана армянской границы есть есть осуществляются восстановительные работы то есть инфраструктурные объекты сегодня восстанавливаются в частности линии электропередач из основного значит основной территории азербайджана протягиваются в сторону шуши этот процесс идет но есть интерес я так понимаю что это будет темой скажем так активного взаимодействия азербайджана со своими партнерами с различными государствами я в частности я даже не выражу свое мнение абсолютно не исключаю что здесь возможно могут участвовать израильские компании поскольку у них у израиля большой опыт вообще ведение такой инфраструктурной работы ну и разминирование тоже и разминирование конечно и разминирование абсолютно верно я думаю что здесь и ты знаешь давид и тут есть такая такая еще тема очень важная дело в том что на значительной части территории мы был были уничтожены леса на зеленые насаждения мы знаем огромный опыт израиля по восстановлению скажем вот участков значит и причем очень сложной местности бедной с точки зрения воды вот зелеными насаждениями я думаю что вот такой специфический есть очень специфические сферы где необходим конечно опыт и технологии данном случае израильской технологии а тут могли бы сыграть очень существенную роль ну да особенно учитывая благоприятствование природы вашем регионе по сравнению с нашим это ну то есть а вопрос насколько понимаю нет это сейчас есть такое ликование от победы но в течение последних 30 лет для азербайджана вопрос карабаха стоял на первом месте первом месте в порядке приоритетов а сегодня ну то есть это было делом национальной важности это было центром устремления нации сегодня в иерархии может поднимется как какой-то другой вопрос что вы считаете сегодня будет вопросом который объединяет этих божевцев да ведь я не думаю что приоритеты серьезно смели будут смещены поскольку речь идет о восстановлении этих территорий это займет немало времени и я думаю что конечно акценты будут делаться именно сейчас в сторону восстановление этих территорий кроме того ведь здесь осуществляют свою миссию миротворческой скажем группа российская я думаю что ее деятельность тоже будет в центре внимания азербайджанской общественности за кавказе знают что российских миротворцев очень легко впустить прощаться с ними гораздо труднее вот поэтому это интерес вызывает со общественной точки зрения конечно тут и нужно сразу сказать что здесь специфика несколько иная то есть я понимаю есть сравнение с грузии с приднестровьем здесь несколько другая ситуация но так или иначе мы ее только проходим изучаем я надеюсь что это все таки опыт будет позитивный больше позитивный ну по крайней мере как бы надежды в связи с тем что эта территория восстанавливать она переходит под юрисдикцию азербайджаном вернее под фактическое управление азербайджаном конечно и вот такие эмоции такие мысли превалирует если сегодня разговоры о том что возможен частичный обмен территории с армением насколько понимаю у азербайджана есть территории которые азербайджан с удовольствием получил чтобы получить территориальную непрерывность с накичеванской областью армения в свою очередь наверно бы хотела получить степанокерт если разговор о возможном обмене территории разговоры разные бывают конечно в общественном дискурсе всякие темы звучат в час но мы конечно здесь в азербайджане не говорим о передачи азербайджаном каких-то территории армении но с другой стороны не о передаче об обмене да я понял но ты посмотри да здесь никаких таких разговоров именно об обмене собственно в обмене не идет но ты знаешь ситуация рассматривается с другой точки зрения в общественном срезе да если брать общественное мнение и дискуссии ведущийся речь идет о том что армянская сторона на протяжении 30 лет эксплуатировала азербайджанские природные богатства уничтожила города села и так далее и на восстановление потребуются деньги откуда их взять но был азербайджан достаточно богатое государство может извлечь эти средства и привлечь для реализации цели но для армении ситуация должна не должна выглядеть так что им это все и 30 лет сошло с рук естественно и есть международный опыт когда государство платят репарации компенсации и так далее причем сегодня производится оценка от этого нанесенного ущерба я думаю что конечно счет будет очень и очень колоссальный и учитывая состояние армянской экономики скорее вы будете платить гуманитарную помощь ну на каких условиях ну посмотри конечно это огромная сумма огромная сумма но армения не может ее выплатить она может либо по поэтапно или взять где-то кредиты тоже не выход есть еще мир международной практике из другой опыт когда государство проигравшие государства выплачивают эти деньги территориями но это достаточно распространенный опыт посмотри значит франция получила эльзас и лотерингию в результате поражения германии в первой мировой войне войне советский союз получил калининградскую область тоже в результате поражения той же самой германии во второй мировой войне очень много значит таких аналогий и и вот это передача территории состоялась именно в рамках выплаты репарации но государство не не было состоянии выплатить германия после второй войны мировой войны не в состоянии было советскому союзу что-то выплачивать но в данном случае может быть такой вариант когда армии может передать но это опять же сегодня это скорее больше общественный дикс дискурс эти предложения не материализованы нет конкретных значит скажем формулировок и так далее политической плоскости пока так вопрос не стоял но в обсуждении ведутся последний вопрос как человек который много занимается лоббизм ну то есть по основной своей профессии ведение передатчик у меня хобби основная профессия мне связано с пиаром и лоббизмом я последнее время очень много слышу шутку о том что армяне проиграв на поле боя взяли реванш в лоббистском плане то что произошло в обоих палатах французского парламента большая победа армянских лоббистов то что сейчас готовится в бельгии происходит нидерландах ну и то что этот ожидается в соединенных штатах америки когда камала харрис вместе с байденом едет белый дом потому что камала харрис была тесно связана с армянским лобби еще когда она была прокурором калифорния где армянское лобби наиболее имеет наиболее сильные позиции с другой стороны и азербайджанское и турецкое лобби последние годы то есть то что были лоббистские усилия они были очень сильно обрушены прежде всего джорджем соросом его финансовых целях они в политических целях как это сегодня рассматривает за уважение давид если говорить о победе скажем да я бы закавычила слова и назвал бы этот первый побед но здесь посмотреть с точки зрения национальных интересов франции на посмотри на протяжении последних десятилетий франция вложилась в армянскую экономику в размере где-то 750 миллионов долларов в азербайджанскую экономику два и пять десятых миллиардов долларов два миллиарда долларов три раза больше вложений в азербайджанскую экономику что теперь эти вложения как-то под вопрос поставили кроме того даже с продажей оружия которая франция призывала всех не продавать оружие азербайджану то же время французская пресса опубликовала что азербайджаном было и французское оружие тоже ну конечно потому что интересы важнее то есть реальные интересы реальных бизнес кругов они важнее и посмотри какая ситуация вот в этом году летом ожидается значит первый газ с месторождения обширон это 2 2 гигантское месторождение на шельфе каспия и оператором является французской таталь а посмотри как какие вложения франция сделала в армянскую экономику это в основном коньячные заводы какие-то полуперерабатывающие мощности торговые сети и вот здесь энергетика причем энергетика самый важный сектор армянской экономики растущий айтишный вкладывает не франция и низ они не западные государства она больше связано с россией а здесь они вложились в основном коньячные заводы и торговые сети и так далее совершенно несопоставимые ситуации и посмотреть что происходит сегодня в регионе когда скажем так итальянские компании ряд компания ряд других европейских стран они уже как бы стараются застолбить за собой участок вот восстановление этих территорий освобожденных франция фактически становится аутсайдером вот в этих процессах самый крупный рынок регионе азербайджан что приобрела французская сторона в результате этих значит непонятных сомнительных резолюция непонятно абсолютно абсолютно непонятно здесь абсолютно логика здесь как бы отдыхать а с другой стороны посмотреть какая ситуация по факту наблюдается французская сторона как бы обращает внимание на необходимость скажем так защиты интересов армянского населения что франция у себя дома защищает интересы бретонцев там не знаю корсиканцев эльзасов целый ряд на национальных меньшинств но это это понятно а все ждали от межлиса азербайджана требования независимости корсики там отдачи в страсбург а германия и так далее это шутки это мы уже по отшутили с яковом кедме передачи который назвал эти резолюции конгресса идиотскими с другой стороны вот сегодня есть говорил в этой же передаче с армянским экспертом давидом петросяном который сказал что в принципе ряд государств южной европы прежде всего хотят выразить свое так сказать неодобрение свою фу турции азербайджан попал этот под раздачу просто как мама младший брат во дворе и что это не от большой любви к армении или одна не любви к девушка на это просто такие действия в отношении турции но как это воспринимается азербайджане что-либо жан собирается делать кроме того чтобы шутить но здесь конечно не дошу так азербайджан я так понимаю естественно азербайджанское общество крайне недовольны то что они пытаются как бы сформулировать ситуацию таким образом что наказывая азербайджан мы наказываем турцию это хуже для них почему потому что опять же здесь интересы совершенно очевидны а с другой стороны эта ситуация если ее рассматривать там скажем в плоскости взаимоотношения стран европейского союза или европейского союза целым по отношению к азербайджан а выходит за значит нормативную международную практику почему потому что европейский союз признает территориальной целостности азербайджана и в различных положениях двусторонних документов многосторонних документах это все отражается в частности в вопросе реализации программы восточные партнерства в восточном партнерстве есть базовый документ который признает территориальной целостность европейская сторона признают территориальный целостность азербайджан closer за франции выходят за рамки этого самого восточного партнерства конечно здесь очень много проблем с другой стороны ты понимаешь какая специфика региональной да у франции есть проблемы с турцией у франция есть соперничество с турцию францева есть свои интереса в Восточном Средиземноморье. Но ты посмотри, в Европейском Союзе не только Франция, есть, допустим, такие страны, как Испания, Италия, да и та же Германия, они придерживаются несколько другой позиций. Есть внутренние конкуренции, соперничество, если хочешь, вот между Францией и этими государствами. В данном случае действия французской стороны не отражают позиции Европейского Союза. Нам это, конечно, на руку, и мы стараемся взаимодействовать с такими государствами, которые находят и видят интерес в сотрудничестве с Азербайджаном, видят перспективы и стараются как-то дистанцироваться от линии поведения Франции. Видишь, итальянская сторона совершенно другую позицию демонстрирует. Та же Германия намного сдержаннее была в этом вопросе. А то, что там Нидерланды, Бельгия и Люксембург, кстати говоря, принял ничего не значащая резолюция, это абсолютно ничего, никак не влияет на региональную ситуацию. Спасибо. С вами была программа «Азия. Большая игра» и я ее ведущий Давид Эдельман. А с нами в гостях по скайпу был азербайджанский политолог Эльгар Велизаде. До свидания, Эльгар. Спасибо. Продолжение следует...